друзья всем привет меня зовут кирилл рыбасов и это видео о том какие же клиенты важны в сфере страхового брокера постоянные либо новые мы сейчас едем вы наблюдаете за острым самуи а я потихонечку рассказываю о том же что же действительно нам важно ну конечно есть бизнесы которые интересуются только на новых клиентов есть бизнесы которые интересуются только на постоянных клиентов и нам надо разобраться страховой брокериш это какой бизнес на каких клиентов они ориентируются с какими клиентами в основном работает но сейчас ситуация расскажу это на примере зайду издалека когда мы начинали свой бизнес стоимость привлечения клиента через интернет было очень низкая очень низкая комиссия была достаточно и поэтому могло показаться что в принципе с таким эльдорадо с таким счастьем можно жить всегда то есть ну привлечение у нас примерно стоило 200 рублей одного клиента через интернет доходность в среднем с одного стоимость одного полиса получалось тысячи рублей и в итоге так ну давайте попробуем раскачать так и в итоге получалось что ну где-то в около 800 рублей мы с одного клиента с каждой сделки зарабатывать когда мы дошли до того что у нас начали появляться постоянные клиенты которые покупали покупали у нас вновь и вновь то мы увидели что мы даем скидочку примерно там 300 200 рублей клиентам для того чтобы они с нами оставались и работали с нами да и дальше и естественно когда мы совершаем сделку с постоянным клиентам доходность без скидки тысячи рублей если даем скидку там 200 300 рублей то получалось что доходность равна где-то там 700 800 рублей мы сравниваем с доходностью которым вот мой друг здесь занял можно на него посмотреть боксирует скоро в общем если мы посмотрим доходность то получается что от постоянных клиентов доходность одинаковая да и многие могут задаться и многие могут увидеть такую ситуацию что ой 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 какая разница вообще постоянные клиенты или новые если новые я привлекаю у меня комиссия 800 рублей чисто я зарабатываю если я привлекаю старых клиентов ну давайте сейчас пока мы манго купим я буду рассказать если мы прикупать если мы привлекаем постоянных клиентов тут те же самые 700 800 рублей и многих возникает такая мысль зачем вообще тогда постоянные клиенты для чем для них что-то придумывать делать сервис очень хороший там стелиться перед ними да там делать все идеально и так далее так далее когда можно работать только на привлечение новых клиентов он пришел новый клиент мы оформили его все там понравилось не понравилось мы свои 800 рублей заработали чистыми и счастливые продолжили искать новых клиентов и соответственно в такой парадигме можно и не жить и когда у вас стоимость привлечения клиента и объем привлечения новых клиентов стоимость включения низкая объем очень большой вы можете сделать эту большую и очень страшную ошибку подумать что действительно вы всегда в любой непонятной ситуации сможете ориентироваться только на новых клиентов только привлекаете и сразу тут же зарабатываете быстрые легкие деньги но жизнь показывает и бизнес показывает что это очень большая ошибка и конечно же нужно концентрироваться на постоянных клиентов сейчас буду объяснять почему ну во-первых постоянные клиенты между новым клиентом и постоянным клиентом есть одна большая разница новый клиент еще вам не доверяет только пробует хочет и так пытается начать вам доверять а постоянных лет он уже вам доверяет и это очень 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 большая разница очень большая разница поэтому когда наступает кризисная ситуация например кризиса ситуация может быть какая вдруг комиссия по осаго у вас теперь не тысячи рублей а например 700 рублей ну вдруг так получилось там страховые компании помимо не понесили комиссию вы зарабатываете гораздо меньше денег доходы у страховых брокеров у рекламщиков ну страховщиков падают они начинают еще больше денег вкладывать рекламу стоимость рекламы повышается в итоге привлечения клиента становится не 200 рублей а 400 и мы берем например 700 рублей которые мы на данном рынке на данной ситуации получаем комиссионного вознаграждения вычитаем оттуда 400 рублей издержки на рекламу у нас остается 300 300 рублей заплатить из этих там 200 250 рублей курьеру и что менеджер останется 50 а вам тогда что и в конечном итоге и в конечном итоге тут водитель уже подошел мы про продолжаем движение в конечном итоге получается что следующее что привлечение новых клиентов для вас для бизнеса становится не рентабель то есть имеется ввиду привлечение клиентов то есть имеется ввиду рентабельность первой сделки то есть получается что вы чем больше делаете первых сделок тем более убыточные у вас становится конкретный период месяц или там два месяца и так далее так далее то есть неделя месяц то есть каждый день привлекая клиентов по рекламе вы получаете дополнительный убыток чем больше клиентов тем больше убыток и здесь возникает вопрос как долго вы такую как долго вы в такой парадигме будете жить ну ладно я сейчас не буду рассказывать что на самом деле это в такой ситуации это тоже правильно может быть в некоторых ситуациях сейчас про это рассказывать не буду просто мы генерируем получается себе убытки и не знаем что вообще будет делать будет дальше а что же будет с бизнесами у которых есть тысячи постоянных клиентов а все очень просто мы в этой ситуации легко объясняем клиентам что извините ребятки сейчас кризис сейчас доходность не очень большая давайте мы вам будем скидку там не 200 300 рублей давать а там стоили вообще не будем давать и в конечном итоге получится что мы с одного такого клиента сможем сохранить доходность порядка 700 рублей то есть до кризис да все упало до доходность меньше но тем не менее каждая сделка каждая такая конкретная ситуация начинает приносить нам все равно мы остаемся хоть маленькой но прибыли бизнесы которые заточены только на привлечение новых клиентов они естественно генерируют убыток у них есть аренда у них и сотрудники у них есть еще другие издержки кредиты и так далее и так далее и они в конечном итоге если не заточили изначально свой бизнес если не построили свой бизнес таким образом который будет работать хорошо для постоянных клиентов чтобы эти постоянные клиенты из года в год у вас делали пролонгацию чтобы эти клиенты вас рекомендовали своим друзьям и знакомым чтобы эти клиенты покупали у вас другие продукты более доходные если у вас бизнес на это не заточен то в любых кризисных ситуациях вы можете потерять потерять бизнес который заточен только на новых клиентов ну вы скажете кирилл а какие вообще пример это бизнесов которые заточены только на новых клиентов но очень просто например самый яркий самый любимый мой пример это он будет понятен тем людям которые путешествовали на поезде больше там 12 часов и они знают что определенные там каждые четыре по моему или каждые 8 часов меняется поезд и станции порядка там остановки затягивается ну где-то на 20 минут и вот в эти 20 минут вы естественно сделаете свои самые большие покупки всяких чебуреков а я не знаю пирожков и так далее так далее на этих станциях и вот люди которые вам продают эти пирожки это как раз таки бизнесмены которые заточены на разовую покупку они вам продали и больше скорее всего никогда в жизни они вас не увидят отравитесь вы не отравитесь понравится вам этот пирожок не понравится значение уже большого будет не имеет потому что вы проезжаете мимо может быть первый и последний раз своей жизни и сейчас вам нужно скушать пирожок вы скушали все а дальше что для вас что для этого бизнесмена уже ничего значения имеет то есть имеет значение здесь сейчас конкретный момент насколько красиво этот пирожок насколько он похож на правду насколько он замечательный и так далее поэтому когда мы затачиваем бизнес и когда мы затачиваем свой бизнес для постоянных клиентов нам важно что будет до момента продажи в момент продажи и что будет после того как вы этому клиенту продадите страховку а что после продажи страховки может наступить да ну во первых клиент может потерять страховку либо какого-то водителя писать то есть ему нужны будут изменения в полис и естественно ваш бизнес должен под это быть заточен То есть вы должны делать определенные изменения. И идеальная ситуация, если вы для своих постоянных клиентов будете делать эти изменения бесплатно. Но имеется в виду, если сама страховая компания по чеку никаких денег за это не берет, то ваши услуги, доставка, оформление, все это должно быть для постоянных клиентов бесплатно. Следующий момент, естественно, это если человек попадает в аварию. Я здесь, конечно, вам настоятельно не рекомендую развивать два параллельно проекта. Первый проект это связан с продажами страховок, а второй с урегулированием убытков. Это на самом деле два разных бизнеса. Можете с кем-то партнериться, можете с кем-то не партнериться. Но тем не менее, легко, либо очень поверхностно, либо очень глубоко вам придется все равно разбираться о том, как же помогать вашим клиентам, как же помогать им урегулировать убытки. Особенно с теми страховыми компаниями, которые работают не очень красиво, не очень правильно, но они изначально были дешевыми. И только поэтому клиент их купил. Так как ответственность за продажу плохих страховок, плохих страховых компаний все равно будет лежать на вас, все равно клиент, если вы ему оформите ту страховую компанию, которая очень быстро обанкротится, либо она не обанкротится, она будет платить плохо, медленно и без энтузиазма, то, естественно, все эти претензии, они бумерангом вернутся к вам. То есть понятно, что на первом этапе, когда в момент страхования, в момент подбора лучшего решения, вам нужно очень внимательно выбирать страховую компанию, чтобы потом с ней не мучиться. Но если вы уже выбрали эту страховую компанию, то, конечно, когда наступает страховой случай, что-то у клиента не получается, прятаться как страус в песок ни в коем случае нельзя. Нужно помогать, решать всеми своими связями, знакомствами и так далее, и так далее. Иногда консалтинга простого, пошагово, куда обращаться, куда ехать, иногда бывает достаточно. Но, опять же, сейчас все меньше и меньше истории о том, что страховые компании оголтело отказывают, потому что за такие вещи, ну что такое, за такие вещи Центральный банк очень любит быстренько отзывать лицензии. Так, ну что у нас здесь за трафик джем, трафик джем. Приходится немножечко нарушать правила дорожного движения, ну, на самом деле всем это пока все равно, да. В общем, поэтому вам, конечно же, нужно отстаивать ваших клиентов, и когда они увидят заботу, когда они увидят, что есть не только хорошее обслуживание во время покупки полиса, но есть очень хорошее постпродажное обслуживание. Смотрите, друзья, чем мы выгодно отличаемся, чем мы страховые брокеры, страховые агенты, мультиагенты, так еще их называют, в новое такой термин появился, мультиагент, когда мы работаем с клиентами, мы, конечно же, в долгосрочную можем выстроить постоянные отношения с клиентами. То есть, клиенты могут страховаться у нас 10, 15, 20 лет, причем страховаться через год, через два, через три года в разных страховых компаниях, но, тем не менее, страховаться именно через нас, и мы будем на этом зарабатывать свою комиссию. А страховым компаниям выстроить постоянные отношения с каким-то одним конкретно взятым клиентом гораздо и гораздо сложнее. Почему? Потому что система тарификации построена таким образом. Если клиент получает большой убыток в текущем году, то на следующий год страховая компания ему очень сильно повышает тариф. То есть, понятно, только совсем сумасшедшие клиенты по таким ценам будут страховаться в этой страховой компании. И в итоге получается, что... В итоге получается, что... Постоянная-постоянная присутствует миграция, постоянная миграция клиентов из одной страховой компании в другую. Почему? Потому что если человек попадает... Год, например, страхуется без аварии, второй год без аварии, страховая компания, конечно, любит очень этого клиента, кофейку ему нальет, позвонит, пролонгацию предложит, там, красивые женские голоса или мужские, там, серьезные голоса будут работать с таким клиентом. Ну, а стоит клиенту попасть в более-менее серьезный убыток, то на следующий год страховая компания заряжает ему уже тариф. Ну, конкретно я сейчас говорю про такие виды, как каска. И получается, что клиенту нельзя, невозможно остаться в этом, невозможно остаться в этой страховой компании. А если он будет работать с нами, то мы, например, в два года подстраховали в одной компании, а на третий год эта страховая компания завышает тариф, мы подбираем следующее лучшее решение и опять на этом зарабатываем комиссию. На сегодняшний день страховых брокеров и страховых агентов, они, конечно, занимают хорошую долю рынка, но они не подавляющую долю рынка занимают. Поэтому, если вы планируете стартовать в страховом бизнесе, то лучше это делать прямо сейчас, потому что конкурировать со страховыми компаниями очень легко, очень легко у страховых компаний отбирать, забирать клиентов без проблем. И через пару лет можно даже им обратно этого клиента вернуть, но заработать именно вы, именно ваш отдел продаж на этом заработает. А вот у брокеров, у других, у других страховых агентов клиентов переманивать очень-очень тяжело. Почему? Потому что это, как знаете, как домашний юрист. Если есть у вас хороший страховой брокер, хороший страховой агент, вам ничего особенно менять не надо. Клиент не будет, поверьте мне, за 100 рублей, за 200 рублей, или за какой-то там маленькой плюшки менять себе страхового агента. Он этого делать не будет. Он делать будет это, если он прям очень жестко и сильно накосячит. Возможности в страховом брокере накосячит, конечно, есть и много, но в большинстве случаев все, конечно, очень цепляются за своих клиентов, они достаточно тяжело им достаются, и потом не отпускают. Поэтому очень важно выходить на этот рынок прямо сейчас, когда он еще не поделен, когда он делится пока только между страховыми компаниями, но не делится между страховыми агентами и страховыми брокерами. Поэтому выходить лучше прямо сейчас, прямо сегодня. Можете завтра уже начинать создавать своего собственного страхового брокера. Для того, чтобы вам это было сделать гораздо легче, мы придумали 5-дневный бесплатный тренинг, на котором мы рассказываем все самые мощные, все самые классные идеи о том, как быстро запуститься, как быстро создать своего страхового брокера и занять хорошее место под солнцем, место под солнцем на этом рынке. Резюмирую, друзья, резюмирую. Постоянные клиенты в нашем бизнесе крайне важны. Это то, что позволит нашему бизнесу существовать в кризис, в экономический рост, в хороших ситуациях, в плохих ситуациях. Это то, что позволит нам зарабатывать очень много денег в долгосрочном периоде, в долгосрочное время. Потому что самый ценный актив вашего бизнеса в страховании, самый ценный актив, это и будет, конечно же, постоянные клиенты. Все, друзья, если вам понравилось это видео, то, пожалуйста, ставьте лайк. Если у вас есть замечания, предложения, дополнения, то, пожалуйста, пишите об этом в комментариях. Если вы по каким-то невероятным причинам еще не подписались на наш канал, подписывайтесь. Дальше еще больше будет интересных видео, интересных разных фишек. Меня зовут Кирилл Рыбасов, Академия Страхования Мультифинанс. Всем счастливо! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok